В Ульяновске прошла выставка ретроавтомобилей, посвященная Дню работников дорожного хозяйства и автомобильного транспорта. Выставка небольшая, а вот планы у ее организаторов грандиозные. Они хотят создать первый в Поволжье музей ретроавтомобилей. Начать планируют с 20 автомобилей. Наш клуб занимается реставрацией, ремонтом, сохранением исторической техники, развитие культуры ретроавтомобилей в Ульяновске и в других регионах. Мы выставили несколько своих автомобилей в честь Дня дорожника, показать старые автомобили, которые до сих пор ездят по нашим современным дорогам. Представлены два автомобиля Жигули, первая и вторая модель. Обе машины 1973 года. Это самое начало выпуска этих автомобилей, когда разворачивалось производство. С этих автомобилей началась массовая автомобилизация страны. На мне сейчас одета куртка, которую выдавали сборщикам автомобилей на конвейере Волжского автозавода. Именно в таких курточках рабочие собирали наши автомобили. Этот атрибут является флагом свободы нашего клуба. Он приносит нам удачу. Он участвовал во всех мероприятиях в 2012 году. Также и сегодня его вывесили в честь праздника. Также на выставке представлена 21-я Волга. Это любимица наших граждан. Автомобиль, который мелькал во многих фильмах своей эпохи и позже. А это автомобиль ЗАЗ-968, 1974 года выпуска. Автомобиль сохранился в своем первозданном виде до наших дней. И заметьте, на автомобиле заводская краска, нанесенная заводом в 1974 году. Автомобиль на ходу полностью технически исправен. Передвигается своим ходом по городу и ездит на мероприятия в другие города. Запорожец – легенда многих анекдотов, но сейчас он превратился в легенду сам. Четкой системы градации ретроавтомобилей не существует. Хотя европейскими нормами были приняты три классификации ретроавтомобилей. И последняя заканчивается 1979 годом включительно. Некоторые считают автомобили старше 30 лет ретроавтомобилями. Культуру ретроавтомобилей сначала нужно развивать, а сохранять технику нужно. Но это часть нашей истории. Это автомобили, на которых ездили наши отцы, деды, даже прадеды. Это часть культуры, часть нашего быта. Сохранение подобной техники, показать потомкам, с чего начиналось развитие автопрома. Подобного музея пока нет ни в одном городе по Волжье. Планируется, что здесь каждый месяц будут проводить тематические экскурсии, лекции, показ видеофильмов и встречи с интересными людьми.